Всем привет! Сегодня я встала пораньше, мои мальчишки еще спят. Я говорю тихо, чтобы их не разбудить, так как мне нужно много еще чего подготовить и собой привести себя в порядок, потому что сегодня мы наконец-то устраиваем гендер-паз и уже в этом видео вы узнаете, кого же мы ждем, мальчика или девочку. Небольшое предисловие. Мы знаем полуребенка вот уже на протяжении двух месяцев. Я сама же испортила нам сюрприз, подлетев полуребенка на УЗИ. Я не могла об этом долго молчать, поэтому после того, как я вышла из кабинета врача, я сразу написала мужу. Вот так вот мы его знали. Вчера я ходила за шариком для гендер-пати. Мы выбрали именно этот вариант, да, немножко банальный, и у нас это уже было, когда мы узнавали Пол и Эля, тогда мы реально не знали, кого же ждем. Изначально у меня была другая задумка. Я хотела заказать цветной дым с цветом полуребенка, розовый или голубой, но, во-первых, ждать доставку было долго, целый месяц из-за границы. И когда вот мы заказывали уже, после того, как мы сделали заказ, муж прочитал описание и увидел, что этот дым используют только для привлечения внимания в экстренных ситуациях. Поэтому этот вариант у нас отпал, мы отменили заказ и остановились в итоге на шарике. Шарик в этот раз у нас другой. В прошлый раз шарик лопался, и конфетти высыпались наружу. В этот раз шарик будет закрытый, то есть мы его лопнем, и конфетти будут внутри. Как вы думаете, розовые или голубые? Как я уже говорила ранее, в этом видео узнать, кого же мы ждем. Ну, а я побежала готовиться. Беру, как обычно, еду с собой для детей. Здесь у меня рисовые шарики, фрукты, бананы, яблоко, я сейчас нарежу, булочки, водичка, йогурт обычный, йогурты питьевые. Все, сложу в эту сумочку. Как всегда, у нас куча вещей. Еда, моя сумка с подгузниками, с молоком. Здесь вечерняя одежда, вечером будет холодно. Штатив, одеяло. В общем, машина еще коляска, переноска. В общем, у нас всегда все забито детскими вещами. А еще мы с собой возьмем палатку. Минусы нашей маленькой машины. Посмотрите, здесь просто некто складывать вещи. И Анна, тебе удобно? Да. Да? А тебе, сына, удобно? В общем, у нас тут завал вещей. Вот палатку взяли. В общем, места катастрофически мало. Но зато парковаться очень легко. Машина маленькая и приходит везде. Я, как обычно, не успела накраситься дома. Взяла с собой косметичку. Здесь у меня есть все необходимое. Будут по дороге делать себе макияж. Обычно у меня уходит на это минут 5-10. Просто тон, тушь и губы. Все. Кирюха там сидит в три погибели. И у него затекли ноги. Бедный малыш. У нас скоро будет другая машина. Надеюсь, что уже скоро она появится. Муж сделает заявку еще в начале года, в январе. И мы до сих пор ждем. Сейчас уже апрель. И будем еще ждать. Сказали ждать полгода, плюс-минус два месяца. Скорее всего, к июню мы ее уже получим. И потом я расскажу, как уже муж решил купить машину. Она будет намного больше, чем эта. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Устал DimaTorzok. Прежде посмотрите, сколько мусора. Давайте поросят. Мы даже с собой взяли специально пакет, чтобы мусор со собой убирать. Вот реально, посмотрите. Надо мусор убирать. Да, и даже в воде мусор, да, в фонтане. Да. Да, да, нужно мусор убирать. Мне, кстати, Кирилл первый сказал, что мусора много. Я сперва и не заметила. Муж сейчас паркуется. Мест на парковке нет, он крутится по кругу, чтобы найти место. Возможно, кто-нибудь уедет, и он сможет припарковать машину. Нашли идеальное место, здесь есть скамейка со столом, разложили наши вещи. Муж устанавливает палатку. Не только мы с палатками. Хорошо, что мы раньше приехали, так как, если бы мы приехали в обед, после обеда, здесь вообще не было бы места. Довольно большая палатка. Мы все в ней помещаемся. В прошлый раз на этом же самом месте мы были летом, и Кирюшка играл вот в этом фонтане. Там дальше фонтан есть. Сейчас тоже просится, но вода холодная, я сказала, что нет. Сейчас никто не плавает и не брызгается. Куда побежал? Все ему нужно исследовать. Мы, кстати, поставили, установили полностью палатку. Устелили матрас. Кирюшка там лежит. Играют в телефоне. У нас даже есть стульчики. В общем, тебе нравится, сын? Да. Кирюш, тебе нравится? Ну, видимо, что да. Ой-ой-ой. 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 Ой-ой-ой-ой. Сынно. Это что-то было. Брата обувь, камни. Умели пранковать. Здесь так много места. Погода еще такая классная. Не холодно, не жарко, все идеально. Смотрите. Здесь окно. Тут окно. Сзади окно. Ну и спереди выход. Можно я так? А я сам выход. Да. Поцелуй мамочку. Угу. Мамочку поделаешь? Муа. Я родился. Пацаны. Все, встаю, встаю, встаю. Ну что за идея, пока мальчишки-мальчики смотрят? Мы сможем, сможем поесть. Он купил хот-доги, кофе. Спокойно посидим. А потом уже будем кормить деток. Они-то позавтракали, а мы еще нет. Если ребенок не идет к еде, еда идет к нему. Посмотрите, у меня нет в сквозку. Просто загляденье. Это я еще не показала вишню цветущую. Там будет вообще красиво. Мы до нее еще не дошли. Пиро-ам. Такие лестницы. Ой. Пиро-ам. 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 Кто смотрел икру в кальмара, кто знает, что за сладость такая. Кирюшка захотел, и мы его взяли, и сейчас идем смотреть на вишню. Кирюшка захотел, и кирюшка захотел, и кирюшка захотел. Уснул малыш. Не смогли мы лопнуть шарик, искали место, где будет не так много людей, но здесь везде много людей. Вот такая искали место, и Элька уснул. Сейчас снова пойдем к палатке, он поспит, потом будем снова искать зону, где будет не так много людей. Будет красиво видно вишню. Очень хочется на фоне вишни именно лопнуть шарик. Красота! Можешь там? Не хочешь поспать, сына? Не хочешь? Ну ладно. Могу. Как я и говорила, позже не будет свободных мест. Посмотрите, сколько палаток. Когда мы приехали, мы приехали рано утром и кроме нескольких палаток никого не было. И сейчас прям народу очень много. А вот там вот, хоть сейчас апрель, вода ледяная, но дети плавают в фонтане. Хотела купить воды, воды нет. Закончила, взяла чай с курузой и липтон с персиком. Людей очень много в магазине. Субтитры сделал DimaTorzok Фонтан Субтитры сделал DimaTorzok Другой. Субтитры сделал DimaTorzok 1, так вот, поближе ну вот, еще поближе 1, 2, 3 3, 2, 1 я расстроилась я думала что конфетти будет больше что будет лучше видно смотрелась только видео вот про гендер-пати просто ожидание и реальность не совпали надеюсь вы поняли что у нас будет мальчик я как могла потрясла этот шарик чтобы вы увидели ну ладно все в жизни бывает как бы третий сынок мы конечно с мужем хотели дочку но главное чтобы малыш был здоровый родился срок и и все равно мальчик это или девочка потому что вот так вот загадываешь ребенка девочка допустим лет мальчика потом узнаешь пол и многие расстраиваются но мы с мужем решили что расстраиваться мы уж точно не будем он сказал что возможно там через несколько лет еще один ребеночек я ему сказал что нет четвертого мы не потянем ни морально не материально не физически остановимся на троих ветках главное троих поставить на ноги дать им всем хорошее образование а в корее это кстати не дешевое дело нужно очень много вкладывать детей в их образование как бы поэтому корейцы они не рожают так много детей максимум там один-два ребенка и это все заказали пиццу думали доставка будет долгая из-за того что здесь огромное количество людей но мы преждали минус 40 и 40 минут нам все доставили тут пицца так поки при своей клетке или также не знаю даже что такое но выглядит вкусно везде переказать мальчиком ему нравятся собаки он прям безумательный он бежит за собаками если увидит время уходить все складывают свои палатки а муж все никак не может сложить нашу уже минут 20 точно возимся пока мы складывали палатку уже потемнело но не менее красиво перед отъездом решили еще раз посмотреть на эту красоту так как долго это все не продлится скоро лепестки опадут вот видите уже есть зеленые листочки жаль что эта красота не вечно людей кстати так же много купили кирюшке шарик светящийся так красиво светится он тоже хочешь подержать или подержать шарик небось он него дал небось и он его не сломает вау красота да красота красивый бедный малыш так устал что уснул мне нужно обработать их муж шов я уже обшикла антисептиком что пока он высохнет потом нанесу эту заживляющую мазь усилийся и после заклею обычным пластырем пластик может перенес кирилла в его комнату мы сейчас тоже будем отдыхать очень устали после такого насыщенного дня нам нужен еще один выходной так что прощаюсь с вами увидимся с вами в следующем видео